МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканалу Беларусь-2 распочинает программу Репортер телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранец. У Гомелли протягивается работа по ополеобщении выника у деятельности предприемства. Информационная пропагандистская группа городского выконавчика комитета сустрелася с коллективом акционерного товариства Гомель Прамбуд. Одна из самых буйных будовничих организаций в области зараз активно шукая новые рынки у тымлику и за межами краины. Под обязанностью материаля наших корреспондентау. Гомель Прамбуд – предприемство з великой гисторией, якой тут вельми генерация. Тады еще областный будовничий трест створили у 1938 года. Практично одразу после заснования самой в области. Миновита Гомель Прамбуд после вызволения города одновил усе буйные промысловые предприемства областного центра. В опошние годы акционерное товариство працавало на Мазырским нафтоперепрацовчим и белорусским металлургичным заводах. Узводило лоевский комбинат будовничных материалов и лядовый палац у Гомеле. Белорусские цаментные и рыжеские древопрацовчие заводы. Правда, частка заказчиков не различилась с предприемством до этого часа. Речи с древом, мы можем есть совсем 68 миллиардов. Это сумма? Сумма. У нас большие задолженности перед нами наших заказчиков. Где-то миллион, миллиардов 120. И больше половины это, считаю, речи с древом. Очень сложно. Разом с тем, керавництво акционерного товариства не утойвая. У Гомель Прамбуда есть и внутренние резервы для повышения эффективности дейности предприемства. Зараз, например, тут рыхтуются до унесения коррективов непосредственно у процесс организации работы. Есть питания и до выполнения працавной дисциплины. А про это необходимо промазать решение об заховании кадрового потенциалу, потому что частка специальностей сегодня оказалась незапотребованной. Чисто на себя бы не сказал, что она у нас падает. Потому что есть виды работ, которые нам нужны. Это бетонщики, каменщики, плотники, арматурщики. А есть отделочники, их лишние. Будем смотреть или их переучивать, или как-то другим методом очищать от лишнего груза. Или потом, может, появятся работы, не знаю. И землеройщики, УМ-11, механизация тоже нет земляных работ. Подчас встречи с прасованным коллективом акционерного товариства Гомель Прамбуд размова об экономической ситуации в областном центре. Перспектива в будовнества новых объектов розного призначения. В взаиморазликах с заказчиками. Плюс перспективы реконструкции и развития транспортной инфраструктуры. И у якости пропановы – выкористание обсталявания акционерного товариства при будовнества бетонных дорог, что дозволит предприемству отримать додатковые сродки. На некоторые пытания отказы даются одразу. Нечто берется на контроль. После завершения работы информационно-пропагандистской группы на Гомель Прамбуде старшиня Гарвы Конкама робить вывод – это была конструктивная сустрэша. Очень много вопросов, которые касались в том числе и производственной деятельности самого предприятия. И объектов, где они работают. И тех вопросов, которые возникают, серьезных вопросов, которые возникают в их работе. Ряд из которых, наверное, даже не на нашем городском уровне надо решать, а на уровне руководства республики. Ну, вот это всегда полезно – побыть в коллективе, изучить обстановку и взять какие-то вопросы себе для дальнейшей работы. Олег Шинцюров, Ольга Канавелова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине протягивается выборчая кампания. Зараз основная нагрузка у регионов приходится на участковые комиссии, которые работают со списами выборщиков. Не позднее, чем за 15 дней до дня выборов, у докладненные списы выборщиков, которые имеют право примать это дело в голосовании, должны быть вывешены на участках для всеогольного ознайомления. Олег Шинцюров подчеркнулся станом справ в Нараулянском районе. Время сбора подписов инициативные группы явно сделали ставку на великые населенные пункты. Например, в Нараулянском районе подписы собирали только за двух кандидатов, а активность населенства оказалась очень высокой. Непосредственный процесс сбора подписов тут прошел без каких-то порушений. По информации районной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, свои подписы поставили каля трех тысяч человек. За это маль 40% дорослого населенства Нараулянщины. 2845 жахаров района потремали Александра Лукашенко, то 23 Миколая Олаховича. Правда, восемь подписов инициативные группы потом выкрасили сами. Проверка остальных порушений не выявила. Они отметку сделали, поэтому мы их не учли. Восемь подписей. А так все действительно проверили районная комиссия заседала. Была группа создана. Проверили подписные листы. 21,5%, не ниже 20%. Вроде выдержали норматив, все нормально. Сегодня в выборчей кампании у Нараулянском районе у першого чергу нагадуются ответные рекламные щиты и уличные растяжки. Овогу, лишь район живет в обычайном ритме. Основная нагрузка в этой дне на членов участковых выборчих комиссий необходимо удоклонить список выборчиков, где лечо комиссии начинают обход жилого сектора. Работа трудоемко сама по себе. Надо пару тысяч человек уточнить, где они, что они. Кто-то приехал, кто-то уехал. Поэтому есть вопросы в этом плане. Между членами комиссии распределены участки, распределен по домам, по улицам. И каждый член комиссии ходит, уточняет списки избирателей, чтобы потом в процессе выбора не было проблем и накладок. Александров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Наравлянский район. До инших тем. Протягивается визит у Гомель делегаций представников агентствов, Организации объединенных наций и аккредитованных посольствов. Узначаливая делегацию представник управления верховного комиссара ААН по справах беженцев у Республицы Беларусь Жан Иубушарди. Головная мета визиту ознайомится со становищем беженцев и особей, которые шукают в притулку в нашей стране. Абсолютная большая часть представников названной категории – граждане Украины, которые были вымышены покинуть домы в связи с озброенным конфликтом. Сейчас на Гомельщине их проживает свыше 27 тысяч. Для приема переселенцев была створена рабочая группа «Абл-Выконкама». Активную делу оказания допомоги приняли же хоры в области. На специальный рахунок для сбора охверований поступило больше 400 миллионов рублей. А больше за полторы тысячи семей из Луганской и Донецкой областей отримали жилье у сельской местности и прационное место у агропромисловом комплексе региона. Каждую неделю рассматривались все вопросы, проводились видеоконференции с регионами. То есть был разработан алгоритм действий. Эта работа отмечена и управлением Верховного комиссара положительно, потому что наша область, как ни одна, конкретно занималась этими вопросами. На протягу двух дней замежные гости доведаются, какая допомога оказывается беженцам сбоку державных органов и громадских объединений. А так само наведают семьи Сиры, которые в рамках суместного гуманитарного проекта отримали жилье у Гомеле. Об сучасности и перспективах мясомолочной галины напередать не шла говорка на хвалях Радио Гомель+. Гостем программы «Задай питание уладе» был представник керующей компании холдингу Гомельская мясомолочная компания. Заразу составу холдингу выходят 11 предприемств. Три из них займаются перепрацовкой мяса, восемь – молока. Яны целиком закрывают потребы в области и поставляют продукцию на внешние рынки. При этом экспорта арендованность – важная умова в работе предприемств. Для прикладу, каля 70% молочной продукции отправляются за мяжу. По мясу личба нижайшая, а ле таксама унушальная – 40%. У списи постоянных партнёров каля 10 краин. Галуные рынки сбыту – Россия и Казахстан. У тымлику и празуделу международных специализованных выставах налаживаются контакты с гиншими краинами СНД, а таксама далёкого замежа. Сирот перспективных партнёров – Турция, Индонезия, Нигера, Сингапур и Китай. Галуные экспортные позиции – сухое молоко и сметанковое масло. Высоким попытом корыстается и мясная продукция. Мы очень переросли в этом году по отгрузкам мяса говядины. Это такая позиция, которая в силу национальных особенностей не востребована на внутреннем рынке. Нашим основным рынком – Российская Федерация и Казахстан. Познайомиться с национальной культурой, полепшить ведание беларуской мовы и докрануться до песенной спадшины нашей краины. Телеканал «Беларусь-3» – телерадио-компании суместно с Республиканским громадским объединением «Белая Русь» запустил масштабную акцию «Любить Беларусь». Её головная идея – подтримка духовной спадшины и захование национальных культурных традиций. Подробностей проекта в материале наших корреспондентов. Старт масштабной республиканской акции «Любить Беларусь» был даден и у Минску. Мероприемство объединало в один им творчем настрой одразу у всех организаторов проекта. Агета Белтель радио-компания, телеканал «Беларусь-3», Республиканское громадское объединение «Белая Русь». Улик уголовных удельников акции заслужены коллекты у Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Беседа». По задумке проекта заслуженные артисты отправятся на полтора месяца у концертный тур по всей нашей краине. Завершится и он 10-го кострышника гала-концертом у Минску. Организаторы обещают, что программа будет насыщена яркими номерами с уластивым коллективу национальным колоритам, боголовная идея акции, поддержка духовной спадшины и захование культурных традиций Беларуси. Ансамбль народной музыки «Беседа» иснуе каля 4-100 годзя. За этот час он стал вядомы далека за межами нашей краины. Заслуженный коллектив познайомил со своей творчастью жихароу соседних держав, а так само тых, кто живет на самых отдаленных континентах. Не глядячи на такую широкую гастрольную географию, по души артистам усе ж таки родная Беларусь. Вы видите, потому что наша Беларусь она такая гостинная, славутая, синявокая, пригожоня, якая завжды сустрыкая шмат гостей. И мы ведаем и гоноруемся тем, что мы живем у пригожей, самой-самой лепшей нашей центры Европы в краине Беларуси. Чем мы гоноримся? Подчас республиканской акции «Любить Беларусь» ансамбль беседа наведывая областные центры и буйные городы нашей краины. Разом с заслуженным коллективом у подорожа отправилась и ведучая программа «Размовляем по беларуску» и деблог про мову Алена Троценко и представники телеканала «Беларусь-3». У специально подрихтованном цикле программ глядачы смогут убачить фрагменты концертов, познайомиться с историкой культурной спадшины и беларусских городов, доведаться, чем живут разные регионы краины. Мы становимся ближе. Телевидение стирает границы. Что может быть лучше, когда эфир формируется интересом зрителей? Ведь не зря говорят, что чем выше культура, тем выше оценка труда. Наверное, тот интерес, который сегодня проявлен к туру беседы, это и есть оценка труда телевизионщиков, которые делают этот эфир для вас. У Гомельской области ансамбль народной музыки беседа даст одразу три концерты. 11-го вероятня коллектив выступить у Светлогорску, 12-го в Жлобине, 13-го вероятня у Гомели. В городе над Сожем и Светлогорску выступления будут проходить у городских центрах культуры, в Жлобине на центральной площади города. Вероника Ворошилина, Сергей Негеревич, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель». И на этом ранешний информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель» завершен. Наступных глядите сегодня о 15.10 на телеканале «Беларусь-1». До новых встреч в эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова